Николай Гарин Михайловский Николай Гарин Михайловский Николай Гарин Михайловский Говорили, что последние месяцы жил уже не он, а его наука. За час до смерти он еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с кроткою улыбкою, «Этого можно было бы и не принимать». Все. Решительно все симптомы смерти уже налицо. Он умер в мае. В его открытое окно смотрело безмятежное голубое небо. Нежный ветерок лениво колыхал молодую листву деревьев, весь аромат далеких зеленых полей. Он умирал, а над его окном с энергией весны весело, озабоченно щебетали воробьи, чирикала ласточка, какая-то птичка звонкая и нежна, как выражение блаженства в тон всему ликующему оглашало воздух своей короткой страстной трелью. Он, очевидно, наслаждался еще и этой чудесной жизнью весны и, вздохнув, попросил, как воспоминание о жизни, в изголовье его гроба положить свежей травы. Он умер тихо, вздохнув глубоко, глубоко. За его гробом шла густая толпа бедных людей, потому что с ними вместе он пережил два голода, два тифа, две холеры. После его смерти только и нашли полный стол игрушек, копеечные лошадки, деревянные куколки. Там, в нищенской избе, на этой лошадкой тянулась маленькая за этой больная ручка и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел большую душу доктора и был необходим ему. За его гробом шли все эти, его крестники, сиротки, все те, кому оставлял он свои крохи, жалования земского врача. Уже почти перед смертью, за несколько месяцев всего, он получил тяжелоболенную мать большого семейства. Это была сложная, тяжелая болезнь, диагноз которой он поставил совершенно иной, чем как определяли болезнь светила медицинского мира. И он оказался прав. Там, у постели этой больной, он и оставил свои последние силы. Но он возвратил ей жизнь, возвратил детям мать и, шутя, пренебрежительно говорил на упреки переутомления. «Вам нужнее жить». За два дня до его смерти она, в первый раз встав с постели, приехала навестить его. Все два дня до его смерти она провела, ухаживая за ним. Это была вся его награда. Он был молод, силен духом, был человек, и все человеческое было не чуждо ему. Может быть, он любил? Об этом он один знал. Он говорил, «Я больной, и потомство от меня – преступление». Чем же он жил в таком случае, что давало ему эту страшную силу жить жизнью самого здорового, самого хорошего человека, удовлетворенного человека, к тому же, который точно вышел из здорового, самого удовлетворенного человека, человека с средой хорошей. Хотя в действительности все его детство и юношество прошло среди самых тяжелых, материальных и нравственных условий, надломленных так рано прошло в тяжелой борьбе за свое право силы. Ответ один. Он жил своими идеалами, и эти идеалы давали ему силы. Идеалы лучшей жизни, более справедливой и более равноправной. Какой-нибудь сторонник своего сословия может быть скажет, «Только поколениями вырабатывается дух». Оставим эти сказки. И пусть хотя бы Колпин и Либерман, которых вы знаете и отрицать не можете, служить вам надежным доказательством противного. Не поколение, а тот дух, который несет с собой культура, то служение общественному долгу, на которое она одна вооружает вас, те идеалы, которые несет она в себе, которые одни могут вдохнуть энергию и веру в жизнь. Нет, такую энергию жизни не поколение дают. Не имеет Мухортный с Никитой такой энергии жизни. Этой альтруистической жизнью не может жить и непосредственный продукт Мухортаго и Никиты, их хозяин. Но этой жизнью может жить и живет и счастлив стремящийся к культуре Либерман, культурный Колпин, культурный Дюлунг, сын мастерового, начальник североамериканской экспедиции, замерзший со своими товарищами у нас в Сибири на пустынных берегах Аби. Если позволите, я вам напомню некоторые подробности этой славной смерти со слов того, кто сам видел останки великого человека и всю трогательную картину его смерти, которую и рассказал мне. Сирошевский. Как известно, корабль Дюлонга разбился у устья Аби. Экипаж спасся. Одна часть его направилась по правому берегу реки, а другая под начальством самого Дюлонга пошла по левому. Из своего отряда Дюлонг отделил и послал вперед шестерых матросов, снабдив их спиртом на 30 дней и кое-какой в самых микроскопических дозах провизии на 10 дней. Он сам развесил им провизию и дал наперсток, приказав пить спирт только по одному наперстку в день. Сверх того, он дал им по ружью соответственное число огнестрельных запасов с приказанием ни в каком случае не бросать ружей. Я не знаю, как бы соблюли эти распоряжения особо относительно водки. Философ Никита или вообще какой-нибудь философ но дисциплинированная культура Запада и ее энергии западные рабочие в точности выполнили эту инструкцию. И это спасло их. На 28-й день своего путешествия до последней степени изнуренные они заметили наконец жилье на правом берегу. Они по льдинам это было в октябре перешли через опь и достигли летнего кочевья самоедов. Увы, оно оказалось пустым. Они сидели в пустой юрте не зная, что предпринять дальше, когда вдруг на их счастье показались сани и олени самоеда. Хозяин кочевья вернулся, забыв при приезде отсюда какую-то нужную ему утварь. Увидев во дворе сани олени, живого человека, несчастные, обреченные с дикой радостью, выскочили из юрты и так напугали самоеда, что тот мгновенно вскочил сани, погнал прочь своих оленей, приняв, вероятно, матросов за выходцев с того света. Их спасли ружья, они прицелились и ввиду неминуемой смерти самоед остановил наконец своих оленей. Тогда жестами они объяснили самоеду, что они и самоед объяснил им, что их товарищи уже спасены. Все они, когда самоед их привез в населенные места, от лишений напряжения, радостного наконец потрясения, заболели нервной горячкою. Роковая ошибка открылась только после их выздоровления. Те, о которых говорил самоед, были из отряда по правому берегу, которые шли оби. Об отряде же дюлонга не было никаких вестей. Их нашли уже зимой. История их смерти сохранилась навсегда для потомства из дневника самого дюлонга. Они умирали один за другим. Первый умер от Антонова огня, матрос. До последней минуты за ним ухаживали. Была сделана даже ампутация ноги, но истощенный организм не выдержал операции. За отсутствием духовника сам дюлонг напутствовал своих умирающих друзей, совершая строго все обряды погребения. Дюлонг умер последним. Он уже не мог идти и полз на четвереньках. 18 октября он описывает в своем дневнике, где именно с точным обозначением примет он зарыл весь свой багаж. Все то, что могло понадобиться и другим людям. Все приметы. 19 октября неразборчивой рукой сообщал он, что силы его оставляют и он уже двигается вперед ползком. 20 октября он имел силы в своей записной книжке провести только одну длинную черточку. Так и нашла его собака самоеда в позе ползущего всего занесенного снегом с рукой высоко поднятой заветным дневником в ней. Великий человек двигался до последнего мгновения вечно вперед. Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Толстой, куда когда-то звал людей так заманчиво Жан-Жак Руссо, о котором Вольтер говорил. Читая Руссо, так и кажется, что уже растут лапки, на которых, став на четвереньки, побежишь назад в лес. Но не побежишь, нет. Там назад и лес, дебри, голод и холод. Там, в буранах, только и остается умирать Мухортовым и Никитом с одним сознанием, что все равно на 20 лет раньше или позже умереть своей нормальной жизнью. Волшебница Ашам. И у феи бывают детки, только их детки цветы. Иногда эти цветы превращаются в настоящих детей. Жила одна маленькая девочка Лоло. Папа и мама у нее умерли, и осталась одна только тетка. Тетка не была злая, но хуже того, в ее голове, в ее сердце все отражалось, как в кривом зеркале. Так все и звали ее кривое зеркало. Кто посмотрит него, у того рот делается до ушей, нос широкий, как лопата, глаза круглые, на лбу, а лоб как стол делается большой. Так и у тети кривое зеркало. Подойдет к ней Лоло и смотрит на тетю, а тетя уже думает, зачем на меня Лоло так смотрит, наверное, она что-нибудь нашалила и теперь смеется надо мной, что я ничего не знаю, что она там наделала и думает тетя, ах, какая испорченная девочка Лоло. И начнет тетя говорить Лоло, как нехорошо обманывать старших, как нехорошо думать, что тетя ничего не узнает, а вот тетя все уже узнала и очень строго накажет Лоло, если она сама не признается. И бедная Лоло нарочно что-нибудь на себя придумывала, чтобы только тетя не наказывала ее, и оставила бы ее в покое. А тетя хоть и обещала не наказывать, если сама Лоло скажет, все-таки наказывала и долго потом все говорила, говорила, как нехорошо обманывать. А бедная Лоло слушала и думала, ах, а я ведь и в самом деле обманываю тетю, ничего я не сделала, а сказала, что сделала, как я, какая нехорошая, нехорошая девочка, что мне делать? Раз, когда так сидела в саду и думала Лоло, она нечаянно сорвала красную гвоздику и вдруг увидела перед собой прелестную маленькую девочку. «Кто ты?» спросила девочка Лоло. «Меня зовут Ашам, а мою маму Алюмадюль, моя мама фея, а я была этим цветком, который ты сорвала. Моя мама меня послала к тебе, потому что ты маленькая и тебя обижают. У моей мамы есть прекрасный сад, она зовет тебя в сад и мы будем там жить и никто нас обижать не будет, потому что моя мама добрая и любит детей». «Что ж», подумала Лоло, «тетя только рада будет, если я уйду от нее, она всегда говорит, что я ей отравляю всю ее жизнь». И Лоло сказала маленькой Ашам, «Хорошо, Ашам, пойдем к твоей маме». И они взялись за ручки и пошли в горы к доброй фее Алюмадюль. Они долго-долго-долго шли, ах, какой прекрасный сад был у феи. Далеко-далеко там в горах чудная долина, как большая круглая комната, у которой вместо стен горы, вместо потолка небо, душистый воздух, зеленые деревья большие, густые, на них яблоки, груши, персики, орехи между деревьями, прозрачная, как хрусталь, речка бежит, и как будто скоро-скоро говорит что-то такое веселое, что всем сразу делается весело, и хочется бегать, играть, лежать на зеленой травке, смотреть в голубое небо и слушать, как где-то в деревьях тихо поет птичка свои песенки. И Лоло с Ашам играли, прыгали, валялись на траве, а потом захотели есть, и Ашам сказала, пойдем в дом и будем там кушать. Между деревьями стоял дом феи Алюмудюль, маленький, чистенький, комнатки беленькие, кругом дома много-много цветов, Ашам показала на цветы и сказала, это все мои сестрички и братики, а где твоя мама? Добрая Алюмудюль, спросила Лоло. Моя мама везде и нигде, ее нельзя видеть, только я одна могу ее видеть, когда мне очень надо. Вот пойдем, я покажу тебе, откуда приходит моя мама, когда я зову ее. Ашам привела Лоло в комнату с большой как будто печка дырой. Там в середине дыры было темно, сверху над входом был потолок из большой раковины, и надо было подниматься по ступенькам, а под раковиной стояла маленькая скамеечка. Вот под эту раковину приходит из того темного угла мама, и мы сидим на этой скамеечке и разговариваем с мамой. Позови свою маму, сказала Лоло. Я хочу ее видеть. Я позову маму, но ты ее не увидишь, я только одна буду ее видеть. Ты оставайся здесь, а я пойду туда. И Ашам поднялась по ступенькам, села на скамеечку и сказала, милая мама, я пришла. И Ашам стала смотреть в темное место. Вдруг глаза Ашам загорелись от радости. Она протянула ручки и сказала, мама, мама. Но Лоло смотрела и видела только одну Ашам. Ты только одну меня видишь? спросила ее Ашам и рассмеялась. А между тем я обнимаю мою милую маму. Мама, поговори с Лоло. И как тихую музыку услышала Лоло. Лоло, тебе нравится мой сад и мой дом. Очень нравится добрая Алюмдюль, отвечала Лоло. Я только жалею, что не могу видеть тебя. Лоло показалось, что Алюмдюль вздохнула, когда сказала, может быть, когда-нибудь и увидишь. Рассказать тебе, Лоло, что делает твоя тетя? Ах, да, расскажи. Она искала тебя и плакала, потому что думала, что ты умерла. Но я сказала ей, где ты? И она очень рассердилась. Она сказала, приведите ко мне Лоло, чтобы я ее хорошенько наказала и поучила ее. Я сказала твоей тете, что спрошу тебя, хочешь ли ты идти назад к тете? Лоло покраснела и молчала. Тогда Алюмдюль сказала, хочешь, я скажу тете, что ты любишь ее, но пойдешь к ней только тогда, когда она не будет тебя наказывать. Лоло рассмеялась и сказала, ну, хорошо, скажи так. А когда пришел вечер, Лоло и Ашам легли спать в кроватке в той комнатке, где проходила фея Алюмедюль. и фея пришла, села на скамеечку и рассказывала им сказки и пела песенки, такие хорошенькие песенки, каких Лоло никогда и не слышала. Когда Лоло проснулась на другой день, Ашам уже не была в комнате. Ашам была в саду и кричала, Лоло, Лоло, посмотри, какую хорошую девочку я привела, ее зовут Тото. Лоло подбежала к окну, открыла его и увидела в саду Ашам и девочку Тото. У Тото были длинные, как желтый шелк волосы, глазки голубые, как небо, губки красные, как гвоздика, зубки белые, как белые камешки. А когда она увидела Лоло и рассмеялась, то и Лоло рассмеялась и крикнула «Ты тоже с нами будешь жить, Тото?» И Тото кивнула ей весело головкой. А Ашам сказала «Да, Тото будет жить с нами. Моя мама посылала меня за ней, потому что Тото обижала няня». А на другой день Ашам опять привела мальчика Вука. Его папа был очень строгий и не любил, когда Вук шалил и шумел. И каждый день, пока дети еще спали, Ашам уходила и приводила новых, то девочку, то мальчика, которых кто-нибудь обижал. Или папа, или мама, или няня, или гувернанка. И пока Ашам уходила, все дети спали, все цветочки спали, самовары стояли холодные, кувшины пустые, печка не топилась и обед не варился. А когда приходила Ашам и весело кричала «Вставайте, я нового привела!» Тогда все просыпались, пели птички, шумели деревья, речка бежала, накрывались столы, кипели самовары, наполнялись кувшины молоком, выбегали детки и весело кричали «Ашам пришла!» «Ашам пришла!» «Два мгновения» Николай Гарин-Михайловский Зашел разговор о том, страшно или нет умирать. Человек средних лет с энергичным нервным лицом, умными глазами заговорил. Как когда? Вот как в промежутке всего несколько дней, в тех же почти внешних условиях, я видел два раза подряд смерть в глаза. Я с своей партией жил тогда в Батуми. Собственно, не в Батуми, а в окрестностях его. Делал разведки. Неделю всю мы проводили на работах, а в воскресенье ездили в Батум на отдых. Я первый год был тогда женат только. И вы понимаете, какое для меня было удовольствие в этих поездках. Мы проводили в городе все воскресенье, ночевали, а на другой день возвращались на работы. Был март, весна уже начиналась, травка зеленела, листья деревьев, как нежная паутина, едва сквозили на фоне безоблачного неба. Солнце, изумрудное море, там вдали кремовые горы с вечным снегом. Чудное утро, лошади поданы, чтобы ехать в город, потому что было это как раз воскресенье. Если вы бывали в Батуми, то, может быть, помните, что берег его описывает большой полукруг. Там, в глубине Батум, почти напротив скалистые, дикие берега цехицкрысых гор. И таким образом кратчайшая дорога до этих цехицхирь, где мы и работали. Было море, верст семь всего, а берегом верст пятнадцать. Подъехал грек на лодке и предложил под парусом доехать в четверть часа. Мы согласились, отправили лошадей и поехали. Море, воздух, солнце, праздник в природе, праздник отдыха в нас. Мы были в редком настроении, когда вся жизнь кажется такой же, чудной, прекрасной, как этот волшебный уголок земли. И вдруг шквал. Что такое шквал? Черное море. Очень капризное море. Весной и осенью явление там обычное, этот шквал. Неожиданная буря, вихрь, какая-то серая стена стремительной быстротой несется, и впереди этой стены тишь и гладь. А за ней море уже мгновенно закипает, бурлит, свист бури, и в серой кипящей мгле так часто гибнут такие лодки, как наша. Бледный лодочник успел только крикнуть «Ложись!» Сперва рассмеялись все, но на лице лодочника прочли что-то такое страшное, что мгновенно все, кроме меня, легли на дно лодки. Почему я не лег, я не знаю. Какая-то глупая гордость. Шквал налетел. Что-то страшное заварилось мгновенно, кругом. Откуда взялись волны? Куда исчезло солнце? Что это клокочет, кипит и бросает нашу лодку? Нет, нет, спасения быть не может в этом аде. Какой-то ужас, дикий ужас сковывает сковывает и сознание в то же время работает с ясностью. Шаг за шагом с неумолимой последовательностью приближается это неотвратимое мгновение. Вот из-под лодки точно выросла страшная седая зелено-прозрачная волна. Заглянула в лодку и тяжело обвалилась. Головы смоченных лежащих там внизу быстро поднимаются. Мгновение тому назад они еще смеялись. На их лицах отвратительный ужас смерти. Еще волна и глаза судорожно ищут. Где в той или вот этой, что вдруг раскрывается и куда летит бешеная лодка, бездня, конец всему, неизбежный конец и мысль о жене, уже случайно, равнодушно оставляет уже мертвую душу. Думай, не думай, все равно конец всему. И от всего живого мира мы уже отрезанные ломти, и некому даже передать будет этих последних мгновений. Словом, я струсил так постыдно, как никогда не мог и не предположить. А этот ужас сознания, страха и бессилия совладать с ним, о, как это ужасно, когда человек познает вдруг предел своих сил, своего я, когда он уже может сам на себя посмотреть вдруг с сожалением, сознанием слабости сверху вниз. Нас выбросило на берег. Какая-то животная радость охватила нас. Мы, мокрые до последней нитки, следами, может быть, еще этого ужаса на лицах танцевали, как дикари на берегу, поднимали наши ноги, энергично, быстро поднимали и скалили зубы друг к другу. Шквал пронесся, опять мирное солнце, песчаный берег, дорога, идут два турка, несут молодых козлят, молодые козлята, травка весны, радость жизни, прилив этой жизни. Я помню, купил этих двух козлят и пешком восемь верст, все время счастливый, нес их этот залог весны, возвращенной жизни. Даже унижение было источником радости. Что же? Такое, как все, я думал, что выше их. Милые мои, все вы друзья, и я меньше вас, но я жив, я счастлив. Да, это был хороший день с ужасным мгновением, и такого дня я не переживал, может быть, но мгновение было лучшее, и я его пережил всего через несколько дней. Опять те же сахинцирии, тоже небо, море, солнце. Мы завтракаем, а там по морю плывет плод, и четыре турка на нем. десятник вдовиченко хохол молодой говорит, ишь подлецы, а если шквал. Рабочий по фамилии Копейка, саженого роста, тоже хохол лениво жует свой хлеб и рассказывает не спеша, как под ак паланкой их кавалерия прыгала с такой же кручи, как это прямо в реку. Я смотрю с наших высот туда, где беспокойно ласкается к берегу моря. Голова невольно кружится, и я тяжело переживаю это ощущение необходимости лететь туда вниз, и сознание, что мои нервы не выносят никаких круч. Я поборяю, конечно, себя, но что это мне стоит всегда. И вдруг шквал, и уже раздирающий душу крик четырех турок на плоту. Какая-то лодка там внизу спешит пристать к берегу. Пристало и выгружает мешки с мукой, а плот уже разбит, и четыре турка, каждый обхватив два бревна, ныряют там, среди разорванного плота, целого леса поднимающихся и опускающихся бревен. И на нас, сидящих на берегу, налетел уже шквал, как ножом, резким ветром срезал наши шляпы, завтрак, свист бури, грохот моря и, заглушая все, нечеловеческий крик о помощи оттуда из кипящего котла. Я уже ничего не сознаю, чей-то голос, нельзя, вы, отец семейства, но этот рев бури, вопли тех, не сюда, не сюда, убьетесь, разве я могу убиться? Ноги мои, нервы мои, сталь и я, стремглав, несусь вниз покручим, куда заглянуть, было страшно за мгновение, я уже внизу, за мной сыплется щебень, камень, за мной летят другие, мы уже в лодке отплываем, вот Водовиченко, копейка, лодка плывет поворот, мы каждое мгновение вот-вот опрокинемся, что ж опрокинемся, и мне весело, и я беззаботно напеваю какую-то веселую песенку, я вижу, что мое веселье льет огонь в жилы этих, я-то, я-то знаю, чего хочу, но это Водовиченко и копейка, и на веслах сидящие, безвестные работники, вас какая сила двигает, в ваших глазах я вижу Бога, вы избранники Его, и честь быть с вами, честь сознавать себя равным вам, безвестным героем, честь, великая честь быть равным там, где человек равен Божеству, бревна, бревна, вверх и вниз, держи лодки, разобьет, ха-ха, мимо, какой-то турок с перепугу топор свой сует, когда каждое мгновение дорого, вдовиченко с азартом бросает топор в воду, уже за волосы тащит ошеломленного в лодку, они уже все тут, и мы мчимся назад, рассказчик смолк, вздохнул всей грудью, о, если бы в такое мгновение умереть. Был страстной четверг, весна только начиналась, в прозрачных сумерках далеко вырисовывались загородные домики, на западе еще догорала красная полоска заката, и небо казалось прозрачным, и в нем темными силуэтами точно отражались застывшие на холме деревья, ближе к шоссе можно было рассмотреть молодую зелень деревьев, тонкую, нежную, как паутина. По шоссе шло в церковь целое семейство, трое детей, фрейли и горничная, девочка-гимназистка, подросток, худенькая и настороженная, немного поменьше мальчик-гимназист, черномазый и быстрый, и пользующийся всяким удобным случаем залезть в канаву, перепрыгнуть через лужу, что-то поискать в кустах, а то и порыться в земле. Третий был тоже мальчик лет четырех, он шел с открытым ртом, держась за руку фрейлин и шагал в каком-то забытии, как автомат. Фрейлин то и дело по-немецки окликивала его, смотри же, гаря, куда ты идешь, прямо в грязь. когда же я не видел, отвечал ей мальчик, тоже по-немецки, как будто рот его был набит кашей, ах, глупый, ты разве слепой? Мальчик не удостаивался ответом, о чем ты думаешь? Я думаю о той собаке, которую, помните, мы видели в овраге, у ней щенки были, в каком овраге, какая собака? Мальчик не торопясь ответил, помните в деревне, когда мы ехали в гости к Карповым. Фрейлин только вскрикнула ах, и залилась веселым смехом. Она даже выпустила руку мальчикам и всплеснула руками. Это, знаете, он вспомнил, когда прошлым летом мы ехали к Карповым, и действительно мы видели в оврагу собаку, щенками видели, и как он все помнит, и как будто ничего не замечает, а потом через год вдруг вспомнит, и все, все помнит, ах, ах, ах. И Фрейлин еще звонче засмеялась, а с нею вместе смеялась такая же, как и она, молоденькая горничная Таня. Смеялась и девочка, и старший мальчик. Только Гаря оставался все таким же, как будто он был в состоянии какого-то забытия, и шел слегка с открытым ртом и с напряженной складкой на лбу. Фрейлин, Фрейлин, а щенки теперь выросли и забыли свою мать? Спросил он. Нет, вы знаете, что он со мной сегодня в магазине сделал. Прихожу я с ним в магазин, и вдруг входит батюшка. И глупый мальчик, разве он мало видел священника в церкви, а тут схватил меня за руку и кричит на весь магазин. Фрейлин, Фрейлин, смотрите, смотрите, это мальчик или девочка. Я просто не знала, куда мне деваться. Приказчики все фыркают, а я ему скорее говорю на ухо, мальчик, мальчик, а он опять, а зачем у него длинные волосы? Он стричься не давался, да? Ха-ха-ха. Все в магазине так начали смеяться над Гарри, а я его схватила за руку и убежала. Смеялись все, а Таня даже присела от смеха. Ах, глупый, глупый, говорила Фрейлин, ты разве никогда не видел батюшку? У всех батюшек всегда длинные волосы, а у пастора короткие, ответил мальчик. Вот, значит, заметил, а сам всегда в кирке спит. А в церкви спать нельзя, ответил Гарри, потому что там надо стоять. А куда ты любишь больше ходить? спросила его девочка. Мальчик ответил, я не знаю. И, подумав, самодовольством в голосе сказал, в кирке удобнее. И опять все долго смеялись. Девочка, перестав смеяться, первая сказала, ну, Гаря, ты так нас совсем уморешь от смеха. Мы и до церкви с тобой не дойдем. В это время старший мальчик перепрыгнул через лужу и попал ногой в другую. Общее ах! Забрызганная компания была ему ответом. А затем фрейлин и девочка стали его отчитывать и стыдить за шалости. Мальчик смущенно оправдывался, твердя. Черт, кто же знал, что там еще лужа? Гимназистка досадливо ответила. Да ну тебя, кажется, уже началось. Идем скорее. На повороте дороги в темноте показались ярко освещенные окна церкви. Все пошли быстро, и только фрейлин немного отстала, буквально таща за руку неуклюжего гарю. Ах! Боже мой! Оглянулась на них гимназистка и крикнула Ляленька! Разбудите его! Затем сама бросилась к ним и, схватив гарю за другую руку, любовно грубо поволокла его вперед, приговаривая. Ну ты однобокий, просыпайся! Когда все они подошли к самой церкви, гимназистка опять заволновалась. Ай! Сколько народа! Ни за что не проберемся вперед! Ну не проберемся, так и не проберемся, ответил гимназист. Хоть бы к прилавку со свечами пробраться. В конце концов, в церкви оказалось совсем не так тесно, и все наши путники легко пробрались к прилавку и прошли вперед до самой решетки. Между старшими решено было Гарри свечки не покупать, так как это легко могло бы кончиться тем, что он не только бы мог закапать платье, но, пожалуй, еще и сжег бы своих соседей. Когда Гаря увидел у всех в руках горящие свечи, он по обыкновению громко спросил брата, Сережа, Сереж, а чего у меня нет свечки? Гимназист на мгновение задумался, затем наклонился и прошептал брату на ухо, денег не хватило тебе на свечку. Гаря на минуту задумался и потом обратился к сестре, Дюся, Дюся, у тебя есть деньги? Дюся быстро наклонилась к брату и сказала громким шепотом, не кричи в церкви, у меня нет денег. Гаря опять задумался и тем же голосом, с тем же вопросом обратился к ляленьке. Раскрасневшаяся ляленька с золотистыми волосами наклонилась и что-то долго шептала Гаря. Гаря внимательно выслушал, потом подумал и обратился к Тане. Таня, Таня, у тебя есть деньги? Все фыркнули, а Таня смущенная и ласково наклонилась и прошептала нету дорогой Гаречка. Затем вышел нам вон батюшка и начала читать Евангелие. Молящиеся внимательно слушали чтение священника и в церкви царила благоговейная тишина. Вдруг на всю церковь раздался у прилавка, где продавались свечи, густой для его лет голос Гаря «Дайте мне свечку без денег». Ему немедленно дали свечку и, немного погодя, торжествующий Гаря стоял около своих с такой же, как и у всех, свечкой в руках. Он никого из соседей не сжег, даже не закапал платья ни своего, ни чужого и, как и другие, фонарики, сделанным из бумажки, принес свечку домой. Дома за чаем, умирая со смеху, Фрейли, брат и сестра рассказывали историю с Гарри, а сестра тормошила его приветом и кричала над его ухом «Ну как тебя только хватило сообразить такую вот штуку сделать, скажи нам, пожалуйста». Книжка счастья была когда-то на свете, а может и теперь есть, маленькая, потертая, грязная книжка. В этой книжке таилась волшебная сила. Кто брал ее в руки, тот делался добрым, веселым, хорошим, и, главное, тот начинал любить всех и только и думал о том, как бы и всем было так же хорошо, как и ему. Купец не обманывал больше, богатый думал о бедных, большой барин больше не думал, что он не ошибается и что в его голове может поместиться весь мир. И все потому, что тот, кто держал книжку волшебную, любил в эту минуту других больше, чем себя. Но когда книжка случайно выпадала из рук того, кто держал ее, он опять начинал думать только о себе и ничего больше не хотел и знать. И если книжка вторично попадалась на глаза, ее отбрасывали ногами, а то с помощью щипцов бросали в огонь. Книжка как будто сгорала. Все успокаивались, но так, как книжка была волшебная, то она сгореть никогда не могла, и опять попадалась кому-нибудь на глаза. Был раз веселый праздник. Все, кто мог, радовались, но маленький больной мальчик не радовался, его всегда мучили всякие болезни, и давно уже весь мир казался ему аптекой, а все незнакомые люди докторами, которые вдруг начнут насильно пичкать его разными горькими лекарствами. Никто этого не любит, и вот почему мальчик в то время, как все дети веселились, шел, гуляя со своей няней, такой же грустный и скучный, как и всегда. У него была большая тяжелая голова, которая перетягивала его, и ему легче поэтому было смотреть вниз, и, может быть, вследствие этого, он и увидел маленькую грязную книжку, и хотя няня и тянула его за руку вперед, он все-таки настоял на своем и поднял книжку. Он держал ее, и чем крепче прижимал к себе, тем веселее становилось у него на душе. Когда он пришел домой, увидев мать, он закричал радостно, мама, и побежал к ней. И хотя по дороге выскочил папа, который читал в это время одну очень умную книгу о том, как надо обращаться с детьми, и крикнул сердито своему капризному сыну, не можешь разве не кричать, мальчик не обиделся и понял, что папа кричит от того, что у него нет такой же книжки, какая была у него. И тетя, увидав его веселого, не смогла удержать своего восторга. бросилась и начала его так больно целовать, что в другое время мальчик опять бы расплакался. Но теперь он только сказал, милая тетя, мне больно, пусти меня, пожалуйста. И хотя тетя еще сильнее от этого стала его тормошить, он терпел, потому что понимал теперь, что тетя любит его и сама не понимает, что делает ему своей любовью больно. когда наконец мальчик прибежал к матери, он показал ей свою книжку и сказал счастливый, приседая и заглядывая ей в глаза, книжка. Мать не знала, конечно, какая это книжка, но она видела, что сын ее счастлив. А чего больше матери надо? Она захотела только еще прибавить ему немного счастья и, погладив его по голове, ласково проговорила, милый мой мальчик, да, мальчик был очень счастлив, и когда няня, укладывая его спать, взяла было у него книжку, он так начал плакать, что няня должна была возвратить ему книжку, с которой так и заснул мальчик. А ночью к нему прилетела волшебница фея и сказала, я фея счастья, многим я давала свою книжку, и все были счастливы, когда держали ее, но когда я брала опять ее от книг, они не хотели второй раз принимать эту книжку от меня. Ты маленький мальчик, первый, который захотел взять ее обратно, и за это я тебе открою секрет, как сделать всех счастливыми, и хотя ты еще очень маленький мальчик, но ты поймешь, потому что у тебя доброе сердце, и так как этого именно и хотел мальчик, потому что такова уж была сила в волшебной книжке, он и сказал фея, милая фея, я так хочу, чтоб все так было, как так же счастливы, как и я, и мама, и папа, и тот плотник, который сегодня приходил просить работы, и та старушка, которая, помнишь, шла и плакала от того, что ей есть нечего, и тот мальчик, который просил у меня милостыни, все-все, добрая фея, а если для того, чтобы все были счастливы, тебе пришлось бы умереть, хочешь знать секрет, хочу, тогда идем, и прекрасная фея протянула мальчику руку, и они пошли, они вышли на улицу и долго шли, когда город остался позади, фея показала ему верх, и хотя было темно, но там наверху горы, высоко-высоко ярко горели окна волшебного замка, фея нагнулась к мальчику и сказала, вот что надо сделать, чтобы все были счастливы, там, в том замке спит заколдованная царевна, чтобы все были счастливы, надо разбудить ее, но это не так легко, сон царевны стережет злой волшебник, ты видишь перед нами ту большую дорогу, освещенную огнями, что идет прямо в гору, видишь, сколько идет по этой дороге детей, многие из них идут туда, в замок с тем, чтобы разбудить царевну, но никто не разбудит, это волшебная дорога, по мере того, как они поднимаются в гору, их сердца каменеют, и тогда они приходят наверх со своими каменными сердцами, они забывают, зачем шли, и злой волшебник громко смеется и бросает их в виде камней вон в ту темную сторону, откуда слышны эти крики, плач и стоны, это кто кричит? Те, которые ходят во тьме и в грязи, они кричат потому, что им страшно и скучно во тьме, кричат потому, что они в грязи, потому, что хотят есть, кричат потому, что надеются, что проснется царевна, и услышат их голодные крики, злой волшебник смеется и бросает им вместо хлеба каменных людей, которые падая убивают их, а они, не видя в темноте ничего, думают, что это камни летят в них с неба, или кто-нибудь из них же бросает их, и тогда они убивают друг друга, а зачем волшебник это делает? Он должен их мучить, потому, что только этим темным местом и можно прийти к дороге, ведущей в замок, к дороге, над которой уже невластна сила волшебника, но об этом никто не знает, и пока там и темно, и грязно, и страшно, все хотят попасть на ту освещенную, но заколдованную дорогу, какой хочешь идти дорогой, той ли, где темно и грязно, и нет таких нарядных и веселых детей, какие идут по этой большой прямо в гору дороги, этой, мальчик показал в темную и грязную сторону, ты не боишься, там злые дети, они ходят в темноте взад и вперед и, не зная дороги, кричат и убивают друг друга, там может убить тебя, камень волшебника, пойдешь? да, идем, они пошли и мальчик увидел вокруг себя страшные лица злых детей, дети, идите за мной, я знаю дорогу, где, где, сюда, сюда, идите за мной, но разве есть другая дорога, кроме той, по которой идут те счастливые дети, ах, нет, той дорогой не идите, за мной идите, но ты, как и мы, идешь без дороги, нет, здесь есть дорога, идите со мной, фея, ах, глупый ты мальчик, мы устали и так, мы есть хотим, есть у тебя хлеб, у меня есть книжка счастья, о, да он совсем глупый, затопчем его в грязь с его глупой книжкой, хочешь, улетим, наклонилась к мальчику фея, нет, не хочу, они затопчут меня, но ведь книжка останется здесь, это хорошо, милая фея, и ты того, кто подымет ее, не правда ли, поведешь дальше, мальчик не слышал ответа, злые дети уж бросились на него и, повалив, топтали его в грязь, и когда совсем затоптали, все были рады и прыгали на его могиле, они думали, что затоптали и мальчика, и его книжку, но книжку нашли другие и пошли дальше, а когда все ушли, фея вынула мальчика из грязи, обмыла его и отнесла в замок царевне, он не умер, он спит там в замке рядом с царевной, и ему снятся хорошие сны, добрая фея рассказывает их ему, когда прилетает с грязной и темной дороги, по которой хоть тихо, а все идут и несут книжку счастья в заколдованный замок, и когда принесут наконец книжку, проснутся царевна и мальчик, погибнет злой волшебник, а с ним исчезнет и мрак, и увидят тогда люди, что для всех есть счастье на земле, не от мира сего поезд торопливо шумя и пыхтя в облаках пара остановился у дебаркадера Самары молодой еврей худой в порванном заношенном пальто озабоченным выскочил из вагона третьего класса Либерман окрикнул его знакомый приятель вы что слушайте правда что теперь в городе и Либерман назвал фамилию одного писателя он в городе но он сегодня с этим же поездом уезжают что же мне делать растерянно спросил Либерман знакомые пошли по платформе да вот он и знакомый Либермана показал на группу вагона первого класса там в центре стоял пожилой блондин с ленивыми ласковыми глазами и устало слушал тех кто окружал его Либерман стоял и смотрел не сводя глаз того для кого он приехал как же мне быть да вы возьмите билет и поезжайте дальше в дороге и поговорите с ним красивые задумчивые глаза Либермана вспыхнули он радостно проговорил ах да вот не докончив он побежал в кассу взял на 4 станции дальше билет и возвратился удовлетворенный на платформу знакомый Либермана уже исчез писатель по-прежнему стоял у вагона первого класса со своими знакомыми Либерман нервно ходил на платформе радостное чувство охватывало его через несколько минут тронется поезд и он наконец как он заговорит с ним что он ему скажет что он подумал о его Либермана в последнем письме и Либерман судорожно опять подходит к часам смотрит и торопит их своим взглядом еще медленнее потянулось время между вторым и третьими звонками казалось ни у кого не хватит терпения и все провожающие разойдутся наконец все ожили и торопливо в последний раз жмут руки целуются кричат машут шляпами Либерман видит в окно провожавшую писателя группу такие же равнодушные и скучные как остальные как хорошо что этот поезд убегает уже от них и от всех от всего этого скучного коммерческого города Либерман задумчиво смотрит в окно бедные люди им закрыты иные радости жизни жить для того только чтобы есть пить спать думать о том только чтобы и завтра есть пить и спать и какой маленький уголок жизни уделяют они себе жалкая свинья что роется там под проносящимся теперь мимо забором она тоже сосредоточила всю свою энергию на том чтобы рыться в отвратительном гное навозе и никогда не поднимет своих глаз к тому небу которое над ней к этому весеннему нежному небу охваченному огнем заката к этим ярким облакам что горят теперь но и дело меняя свои произвольные образы теперь пора очнулся Либерман и сердце его мучительно ёкнуло машинально застегиваясь он пошел из вагона в вагон пока не вошел в коридор первого класса он заглянул в купе где сидело несколько человек в том числе писатель он отошел и опять заглянул его худая грязная подозрительная фигура бледное истощенное лицо взволнованные глаза обратили на себя внимание и один из сидевших когда опять Либерман заглянул грубо спросил вам чего извините пожалуйста здесь и Либерман назвал фамилию писатель недоумевая поднялся и смотрит на Либермана Либерман Либерман напряженно завертелось в голове писателя он вспомнил две рукописи которые передал ему доктор горе старой Рахили и еще какая-то так вот этот оригинал обращавшийся к нему с письмами начинающимися всегда словами дорогой учитель и писатель очень приятно и писатель осторожно выбравшись из купе вышел в коридор ах я так рад вас видеть так рад Либерман волновался потирал руки и смотрел ласково любовно на плотного блондина блондин в это время с деловым видом нехотя осматривался и говорил где же нам поговорить вот разве здесь у входа Либерман не слышал он запомнился в последнем письме он извинялся письмо конечно глупое он очень волновался он сам понимает это очень ах он так рад что теперь он наконец видит писатель снисходительно вежливо перебил его я прочел обе ваши рукописи несомненно талантливо и ярко там где вы пишете знакомую вам жизнь простой еврей у вас выходит прекрасно но когда по поводу его мировоззрения вы начинаете разъяснять читателю что он простой еврей неверно думает тогда это вы хотите удивить читателя вашим развитием вы забываете что развитие читателя нет человека в мире он развит вы его не учите а он не позволит вам себя учить Либерман перебил и проговорил ах это совершенно верно я совершенно понимаю что вы хотите сказать ах это так важно Либерман с удовольствием прищурился блондин смерил глазами молодого пылкого человека которого точно сжег какой-то внутренний огонь я знаете говорил между тем Либерман помощник провизора знаете ведь я так самоучкой я год тому назад еще и по русски говорить не умел да язык у вас очень неправильный ах я знаю знаете я теперь учусь очень много только знаете так трудно и некому указать что и как вы где живете я живу возле Абдулина в деревне знаете аптека Либерман вспомнил что через неделю надо платить за эту аптеку аренду вспомнил что надо непременно в Самаре достать денег сделал гримасу и спросил пожалуйста скажите мне откровенно могу я быть писателем блондин не сразу ответил талант писателя у вас есть и теперь но откровенно вам скажу этого мало мало и лицо Либермана так болезненно жалость что писателю жалко его стало вот что если позволите я попробую переделать вашу рукопись горе старой рахили ах пожалуйста и пришлю вам на одобрение зачем и тогда вы думаете это может быть напечатано я постараюсь а когда ну не раньше во всяком случае недели ну что ж Либерман питал слабую надежду доктор гнал его на юг лечиться на эти деньги он и хотел ехать ну поедем осенью попробуйте вы вот так заговорил опять блондин пишите вы из еврейского быта но так чтобы нельзя было и догадаться что пишите это вы а не тот самый простой еврей вот как у короленко он пишет теперь без языка там только польские крестьянки и крестьяне думают и говорят по-своему и им нет никакого дела до того как подумают об этом так и вы возьмите человека который ниже вас в умственном развитии и пишите так чтобы и не догадались что это вы образованный автор пишите попробуйте так написать что-нибудь я думаю тогда лучше пойдет дело я попробую я буду писать об наших евреях знаете у нас часто считают что как еврей так уж и плохой человек знаете это ведь совсем совсем неверно я знаю хорошо очень хорошо таких евреев старые они как-то за свою веру держатся и тут худого нет а молодые знаете евреи они хотят образоваться хотят господи если я буду писатель Либерман глубоко вздохнул я все это так напишу и это будет хорошо потому что все это такая правда и знаете нет ничего больше как правда на свете и как трудно знаете нам бедным евреем боже мой смеяться можно всегда смеешься а сердце болит Либерман покраснел от напряжения и заговорил еще взволнование извините пожалуйста я так прямо все говорю я так рад что могу говорить с вами это такое удовольствие говорить с образованным человеком у нас в деревне только нищие мужики только придет расстроит я и доктор у них и лошадь и корову лечи простые добрые люди книжки я им даю извините пожалуйста я вам не то все говорю ах как вы меня обрадовали и Либерман восторженный радостный говорил и говорил казалось вот-вот он улетит вы что же это нарочно чтоб поговорить со мной поехали спросил его блондин да ну это ничего а как же вы назад я доеду до скрещения это где в Сызрани ах нет зачем же неужели нельзя раньше зачем раньше я с удовольствием поезд в это время подходил к ряжу а это что за поезд стоит показал блондин на товарный поезд он в Самару едет я не знаю пойдем узнаем если в Самару вы с ним и возвращайтесь назад нет нет мне совестно мы обо всем переговорили едет с нами инженер мы все это устроим и Либерман уже через несколько минут устроенный на площадке товарного вагона провожал глазами уходивший пассажирский поезд в дверцах первого класса кланялся писатель и смотрел на растерянную не от мира сего фигуру молодого еврея писатель крикнул ему на прощание пишите же с Богом и присылайте написанное пойдет дело пойдет дело какое-то счастье и Либерман с ощущением этого счастья блуждал глазами кругом и его поезд тронулся небо было теперь красное на скале в оболках сидел какой-то старик и смотрел с обрыва в огненную даль исчез и старик только лира повисла огненная маленькая лира в позолоте догорающего дня а на другой день в Самаре было столько хлопот Либерман искал денег и не нашел ни за аренду ни Белякову местному крестьянину опять ничего не привезет он для уплаты своего долга и доктор опять настоятельно гнал его на юг все это угнетало но рядом со всеми этими невзгодами рядом с знакомой четырехлетней тяжелой болью в груди с бессонными ночами лихорадками и потом ярко горела в его душе вся та же радость вчерашнего дня чудные минуты это тишина степи замирающий гул поезда площадка вагона и даль воспоминания разговоры и будущее какой он здоровый богатый думал иногда Либерман о писателе и опять вспоминал еще и еще из их разговора да-да он теперь знает что и как он напишет ах бог с ним с богатством скорее бы добраться до своей деревни только вот эти вот долги перед отъездом он заехал к своим друзьям и радостный рассказал о своем счастье он писатель на него смотрели серьезно и с уважением осенью я поеду на юг ах теперь теперь все ничего когда у человека счастье у него вырастают крылья теперь я буду учиться работать через два года я буду держать гимназический экзамен мне пора и он поехал на вокзал надо было еще заехать в аптеку пришлось и там выпрашивать разных лекарств для своей аптечки пока наконец согласились дать в долг ах эти долги все это пустяки не в этом счастье в душе все тот же огонь и радость леберман попал на поезд перед самым отходом его и его охватили сразу суматоха крики суета толпа мечется где-то в дырявом кармане пальто застряла последняя трехрублевка неужели потерял ах вот она скорее билет но нестерпимый судорожный прилив кашля захватил так жестоко кто-то грубо толкнул опять толкнули нет надо присесть а время не ждет скорее скорее сразу откашляться мимо бежали и смотрели на высокую худую фигуру который согнувшись Либерман кашлял и задыхался расстегнутые полы пальто разошлись о как глубоко потянуло в грудь вдруг воздух глубже глубже не удержишь больше точно прорвалось вдруг что-то неужели конец неужели неизбежная для всех но всегда для всех неожиданная смерть о как мучительно тяжело там в груди как ярко в отлетающем сознании что-то замирает да да смерть и конец нет нет не конец то живое что было в нем останется в водилах рука Либермана все по-прежнему держалась за стол в другой он держал сверток с лекарствами бледное неподвижное лицо откинулось на спинку дивана публика все бежало мимо и в этом водовороте жизни мертвый Либерман сидел один спокойный и так смотрел своими глазами на всех этих бегущих как будто говорил спешите спешите тени земли но истина не во мне и не в вас а в том что переживет нас в том деле которому служим мы до последнего нашего вздоха Христос воскрес милый читатель и да торжествует святое дело которому служил до последнего мгновения бодрый желавший только любви и работать для всех Яков Львович Либерман Новые звуки сказка ему много дано он родился рос в пышном замке окруженном великолепными садами он княжеский сын богат молод силен красив кроме всех этих благ он одарен необыкновенным талантом он скрипач еще в ранней молодости едва держа крошечной ручкой смычок он исторгал из скрипки дивные звуки родители души в нем не чая окружили его чрезвычайною заботливостью он рос как нежный цветок в теплице ни бури ни грозы ни ненастья ничего наконец-то он вырос он знаменит какое счастье он гордость всего своего княжеского рода вельможи в восторге от его игры знатные дамы на перерыв стараются овладеть его вниманием тщетно он горд недоступен беспечен но вот в душе его вкралась любовь как нежный напиток она согревала веселила и опьяняла долго молча любовался он красавицей наконец не вытерпел признался и и был отвергнут кем отвергнут бедной девушкой цветочницей которая случайно заходила в замок юноша на все ласки на все уверения что безгранична любит ее получал один и тот же ответ обманешь что это значит ты не понимаешь что значит обман нет девушка недоверчиво качала головой он действительно не понимал рожденный в богатстве он с пеленок ни в ком и ни в чем не нуждался его никогда не стесняли не запугивали ему не приходилось быть в таком состоянии когда возможен обман ему было чуждо это чувство было чуждо и название этого чувства наконец чтобы покорить сердце молодой красавицы он схватил свою скрипку он заранее торжествовал победу его игра не раз приводила восторг публику он заиграл льются прелестные звуки мягкие словно теплые воздушные волны они нежат голубят умиротворяют он кончил девушка молчала он был поражен он ожидал восторга радости а тут гробовое молчание он недоумевал что же не нравится тебе а тебе нравится ни перед кем еще не играл я с таким увлечением как перед тобой жаром произнес юноша и слушатели всегда восхищались насмешливо спросила девушка да а знаешь почему почему потому что ты и твои слушатели сытые довольные какие же тебе звуки нужны какие слезы стоны презрение ненависть проклятие он снова начал играть стараясь все это выразить звуками ничего не выходило он не знал ни слез ни стона ни презрения ни проклятия девушка между тем убежала юноша испытывал нечто совсем ему незнакомое чему и название не знал это была тоска безысходная сосущая тоска ему разом опротивило все он вышел из замка и пошел бесцельно бродить долго молча он ходил грусть все более и более обладевала из глубины души у него вырвался звук он понял что его называют стоном наступила ночь юноша все шел дошел и незаметно для себя очутился в городе он часто раньше бывал в городе но ему показалось что он впервые сюда попал мальчиком он ездил по нем кататься в сопровождении старших отца и матери взрослым он являлся с особенной целью изучать древности города он прекрасно знал развалины старого города но совершенно не было знаком с теперешним масса людей шум гам крики все это поражало его своей новизною больше же всего его удивляли женщины то и дело они приставали к нему настойчиво зовя к себе наконец одна старая некрасивая прямо взяла его под руку и увлекла за собой юноше захотелось узнать чем это кончится и он не сопротивлялся по дороге она успела рассказать что у нее двое детей кормиться нечем вот и приглашает к себе в гости деньги нужны сказала она таким тоном что ему и страшно и гадко стало они вошли в грязную комнату одного большого дома при их входе двое маленьких детей бросились под кровать они нам не помешают сказала женщина она стала раздеваться приглашая то же самое сделать и его он был ошеломлен стены замка долго не давали действительной жизни коснуться до него теперь же эта жизнь словно бурный поток ворвалась эти жалкие дети это женщина все это вместе словно обухом по голове ударило его он в изнеможении опустился на единственный стул в комнате и я была молода меж тем говорила женщина такой же красавчик как ты полюбил обольстил вот дети бросил он вдруг почувствовал что мог бы задушить собственными руками обольстителя в нем что-то кипело он понял что это именно и есть презрение ненависть проклятие невольно вспомнилась ему красавица девушка сколько думал юноша несчастная выстрадала когда спокойные звуки ей противны в этот миг ему самому были чуждые эти звуки неприятные в это время раздались голоса в соседней комнате две женщины спорили одна старческим голосом твердила ты не права быть может он и любит не обманет нет закричал кто-то в ответ всех ненавижу презираю надругаются а потом бросят будь они прокляты чей это голос вырвалось у юноши это дочь хозяйки цветочница она он уже не слушал сильным движением руки толкнул он дверь она раскрылась посреди комнаты с распущенными волосами словно видение стояла любимая им девушка их взгляды встретились раздался нечеловеческий крик девушка как подкошенная пала замертво юношей в первый раз жизни овладела отчаяния и он зарыдал вот он бледный измученный толпа говорливо шумливо лишь только взовьется его смычок смолкло все затаили дыхание льются новые звуки в них в них столько кротости покорности мольбы сколько восторженной молитве кажется кто-то коленопреклоненный забыв весь мир призывает неземные силы услышать помочь а вот и слезы чудится кто-то жалобно жалобно плачет словно стонет умирает умер замер и аккорд толпа очнулась крик рукоплескания ряд новых звуков заглушают и этот шум и эти рукоплескания это уже не мягкие спокойные звуки это скорее крик наболевшей души в этом крике слышатся и презрение и ненависть и проклятие эти звуки не усыпляют а будят душу на борьбу вызывают ему дались эти новые звуки потому что сам он много выстрадал много перечувствовал путешествие на луну святочная фантазия раз зимой пришлось не переезжать из одного города в другой такой же оба города расположены были на большой реке и летом переезд на пароходе был бы быстр приятен и дешев но зимою задача значительно усложнялось если ехать на лошадях 400 верст то это стоит дорого и переезд неудобен а для больных или людей с ненадежным здравием такое путешествие даже рискованно если ехать по железной дороге объездом то надо сделать 1600 верст и потерять четверо суток на переезд и сутки на ожидание поезда но зато переезд дешев 11 рублей за все 1600 верст и так дилемма с одной стороны дешево а с другой напрасная трата времени но ведь время деньги сказал бы какой-нибудь англичанин обгоняя народы на своем 100 верстном в час паровозе то англичанин а мы русские основательно ответят мне конечно хотя кое-кто из русских сил и вещей вынуждается дорожить своим временем но ведь это кое-кто один господин говорил мне при моих разъездах я ровно втрое больше трачу времени чем мог бы его тратить если это перевести на русский язык то это значит что вместо одного года я трачу три хорошо если бы у меня было три жизни а без этого я сомневаюсь чтобы моя работа была сколько-нибудь продуктивна мне приходится втрое быстрее сжигать свою жизнь говорил мне это только один господин и тут же ему возразил другой жирный благодушный как летнее солнце ээээ батюшка наш русский человек исконний говорит делай не медведь в лес не уйдет итак мне надо было во что бы то ни стало ехать задача была не из легких с одной стороны я не был так богат чтобы истратить пять дней тогда как можно ограничиться при проезде на лошадях двумя но с другой стороны я был так беден что не мог тратить шестьдесят рублей там где можно истратить всего одиннадцать и вот я выбрал нечто среднее и решил по одной железной дороге проехать столько чтобы с выигрышем двух суток переездом на лошадях расстояние попасть на соответственный поезд другой дороги идущий в требуемый мне город при помощи путеводителя я вычислил разницу времени между двумя поездками поездами двух разных дорог с возможно кратчайшими перегонами на лошадях и наконец выбрал этот путь между двумя городами несомненно и на этом пути было почтовое сообщение и вообще можно было ехать без компаса и десятиверстной карты не то что где-нибудь в сибирской тайге но там деревья а здесь люди среди которых можно запутаться хуже нежели среди деревьев это не острота а факт который в данном случае в сотый раз и подтвердился и не где-нибудь в Пашихонье а в губернском городе на почтовой станции куда я дал телеграмму чтобы выставили мне к поезду лошадей впрочем давая телеграмму я был основательно убежден что лошадей мне не выставят тем приятнее было разочарование лошади уже ждали меня это было хорошее начало но в дальнейшем меня поджидала такая путаница из которой только случай выручил меня началось все это как обыкновенно с самых незаметных пустяков прогоны здесь отдайте сказали мне ну что ж здесь так здесь сколько да сколько четыре с полтинной ямщик скользнул по моему лицу и проговорил то бишь пять вишь ты память отшибла как не старался он быть естественным но опыт жизни заставил меня насторожиться главное что мне дорого было это время сколько всего верст до города н этого мы не знаем а до станции куда ты меня повезешь до станции 30 почем же сверсты прогоны я не знаю как не знаешь ведь это почтовый тракт нет тут никакого тракта почтового как нет а почту из этого города в тот город возят ямщик вначале совсем смущенный стал уверять что никакой они почты не возят но затем отказался от непосильного труда обморочить меня заговорами а ты слышь что я тебе скажу начал он подумав и смущенный собственной таинственностью добродушно закончил почтовый тракт на 20 верст длиннее вот что на 20 верст длиннее а ты сразу хочешь двойной прогон положить в карман да опять же я и не знаю куда ты повезешь меня без тракта а там опять будут брать с меня за двойные расстояния двойные прогоны чайные разбойники крест у них есть такой же как и у тебя ямщик помолчал и уж совсем огорченный ответил мне что что велит хозяин то и делаем айда на станцию там с ним ладьтесь как знаете когда мы сели в сани и тронувшись избавились от лишних свидетелей я вынул рубль и передавая его ямщику проговорил послушай голубчик я твоему барину ничего не скажу научи ты меня как мне короче проехать к другой железной дороге ведь ездят же у вас да вишь ты ездят там что-то больно коротко всего то верст девяносто ты вот чего ты нашему хозяину вели вести себя прямо на эту станцию в телеграмме хозяину станции было сказано с какой целью я требовал у него лошадей на мой упрек ему когда мы съемщиком приехали на станцию плутоватый хозяин буркнул только всего что имел право не подать лошадей а подал и попреки за что оставалось только признать красоту постановки вопроса и настоять на том чтобы везли меня на следующую станцию но очень обидно ехать двадцать пять верст след за исчезнувшим поездом времени было больше чем довольно чтобы поразмыслить над нашей русской жизнью всякий из нас имеет из своей норки определенный путь но чуть только попробуешь выбиться с этого пути сейчас же начинается ряд таких осложнений из которых и в мелочах трудно выбраться а уж чем-нибудь крупном и говорить нечего не тратьте кумы силы и идите на дно вспоминается всегда в таких случаях мудр совет хохла своему утопавшему другу впрочем мне было о чем подумать и по вопросу более близкому мне мне хотелось вовремя попасть на ту станцию другой железной дороги куда я ехал хотя расстояние на эту станцию было и ближе но время прихода поезда на эту новую станцию было более раннее чем на ту куда я первоначально направлялся и если бы я не потерял времени на этот излишний проезд вдоль рельсового пути и доехал до следующей станции поездом времени у меня хватило бы с избытком но теперь надо было ехать со скоростью поездов и некоторых наших дорог а именно по 15 верст в час единственный способ достигнуть такой скорости это давать хорошо наводку имщикам обдумав все это я сказал своему имщику мой друг ты получил уже рубль и едешь теперь так тихо думая вероятно что я тебе больше ничего не дам я дам тебе еще рубль если ты через полтора часа привезешь меня на станцию конечно посыл не сразу воспроизвел свое действие требовалось очевидно время чтобы взвесить все шансы за и шансы против и установить главнейшие из них исполню ли я свое обещание то ли обстоятельство что на лицо перед имщиком был факт моей щедрости или другие какие-либо соображения но имщик мой после долгого раздумия вдруг погнал лошадей и до конца переезда загнал их самым добросовестным образом в дальнейшем моем путешествии также приходилось торопиться и гнать и все теми же средствам раскачивать устойчивую русскую натуру единственным моим средством к этому был презренный металл я платил имщикам платил писарям чтоб торопили перепрягать платил тем кто помогал распрягать и выражаясь фигурально мой след был усыпан серебряными двухгривенами и рублями чтобы не огорчаться я не считал больше ни двухгривенных ни рублевок обыкновенно в дороге я люблю расспрашивать тех с кем сталкиваюсь об их житье бытие но теперь было не до этого я был сильным в возбуждении от страха опоздать и с помощью денег и уговариваний передавал миллионную долю своего возбуждения окружавшим меня и только во время перепряжки когда я уж видел и новые сани и новых лошадей я немного успокаивался и успевал переброситься двумя тремя словами на свои излюбленные темы как урожай хорош как зерно от дождей гнилое от истощенной земли тощие как цены на что на хлеб конечно на все цены великие кроме хлеба и земля дорога и подать велика и нужно все все купить и все дорого три дорога а 200 300 пудов каких-нибудь хлеба при цене 20 копеек за пуд составляли только десятую часть той суммы какая нужна для крестьянского хозяйства как жить спрашивает меня собеседник кончая все те же пересказы о своем житье бытие но лошади мои подхватывали экипаж и я уносился без ответа охваченный все той же мыслью поспеть к поезду так проскакал я уже половину дороги когда вдруг подоспело новое осложнение на одном толчке мы подпрыгнули и когда сани опять опустились на твердый снег дороги они стояли уже боком потому что один полос у них выломился но горю не скоро поможешь ямщик осмотрел сани и скороговорка говорит тут как-нибудь доедом деревушка верстах в двух и вот своротив с большой дороги мы пробираемся в эту деревушку вот и она под горою ряд ее покосившихся серых изб в общем какой-то демонстративно претендующий на свое существование убогенький вид деревушки пока разыскивались новые сани меня отвели в лучшую избу по этой лучшей я мог судить о худших изба нашего крестьянина всегда представляется мне логовищем зверя которого природа благодаря зимней безработицы загнала в это логовище до весны когда придет весна и начнется работа тогда отворяются и двери логовища иногда впрочем вследствие недорода безработица продолжается и летом тогда происходит то же что наблюдается на всяких фабриках при уменьшении рабочих сокращении штата в данном случае надо разуметь переселение излишков населения за ненадобностью к праотцам выражаясь официальным языком одного пристава люди умирают от недорода и своеобразный сельский статистик кладбище ведет аккуратный счет таким упраздненным за девяносто первый и девяносто вторые года от разных видов недорода много новых крестиков прибавилось на кладбищах до крестики верный и аккуратный счет всякий другой счет никуда не годится в одном большом городе на одной большой реке такой случай обнаружился когда стали считать покойников по книгам а потом проверили по крестикам то оказалось крестиков на четыре тысячи больше четыре тысячи в один только год и как раз незаписанными оказались самые именитые покойники из дворян купцов и почетных граждан злые языки утверждали что таковое бегство покойников учинено с той целью чтобы вывести в расходах полученные за продажу участков деньги но пока следствие не окончено толковать об освещении факта рано конечно одно ясно счет крестиков самая надежная статистика пока разыскивались сани в мою избу сбежалось все свободное от занятий населения деревушки как потом выяснилось не пришло только пять человек трое больных один подшиватель валенок и портной у всех остальных за зимним временем дела никакого не было и все они вытягивая шеи смотрели теперь во все глаза на меня вообразив вероятно что я специально приехал к ним решать как им быть они усердно один перед другим высказывали мне что так быть как раньше было никак вперед не может быть это впрочем и мне ясно было при бюджете в 400 рублей и доходах в 40 60 рублей выходит что это логовище больше уже не обеспечивает мизерного существования гораздо труднее было ответить на их вопрос как же быть как быть переселением их угостить у нас земля положим дареная восемь десятин на душу известно если бы на новенькую земельку когда худо да ведь опять далеко да и снова этой землей мы не привычны обращаться слышь надо б на восемь быков плуг где столько скота соберешь во всей деревне не сыщешь восемь десятин на душу это значит на квадратную версту двенадцать и уже мечтают о китайском клине а у бельгии при восьми тысячах живут и как живут какой-нибудь кустарный промысел я начинаю ломать голову и думать какой бы промысел подошел к ним делать сани колеса бочки ободья гнуть леса то ведь близко нет ну другое что-нибудь ну вот лен сеять ну ну вот там из него вы крутите там что-ли что-нибудь холст кут из льна ну вот холст говорю я довольный что вышел из затруднения ну ка ну ка посчитай это столь просто что не только мужик а и баба всякая видимость эту тебе покажет и в подтверждении они кричат алена митриевна из-за перегородки показывается испуганное лицо подь сюда не бойся вот обозначь господину видимость насчет льна значит значит к примеру какие такие толки с этого дела выходят какие толки умирающим голосом не протестуя говорит алена митриевна никаких толков и нет начинается счет и выходит что сумма сырой кудели и расход на ческу или окраску не считая работы меньше чем если не тратить денег на ческу или окраску прямо продать льняную кудель доказав крестьяне в упор смотрят на меня ну начинаю я и вовремя спохватываюсь желая утешить их чем-нибудь в отношении дешевых цен я хотел сказать им ну бог даст на будущий год не урожай будет но как же желать не урожая соседям разве его пожелать тоже неловко ну так как-нибудь проживете говорю я и так как мои сани уже готовы то я спешу выбраться из этой лучшей но все-таки очень грязной избы мы опять мчимся во весь дух и наверстываем потерянное время как не мчимся но на последние станции откуда остается еще двадцать пять верст я смотрю на часы и вижу что в моем распоряжении всего час и пятнадцать минут барин тревожно вскакивает с облучка привезший меня ямщик вот чего просите чтобы пегих тройку вам заложили те доставят я на ходу ловлю крылатое слово и валиваюсь в грязную приемную выписали так точно вот вам наводку три рубля если заложите пегих ямщикам которые помогать будут закладывать рубль с ямщиком который со мной поедет особый разговор через семь минут я уже осматриваю тройку запряженных пегих это высокие тонкие лошади с чутко настороженными ушами я понимаю кое-что в лошадях и успокоенно говорю это лошади таких лошадей на всем тракту нет да красивые лошади тонкая породистая кожа белая и кажется гнеды и пятна на дворе уже вечер хорошо и не разберешь отворяй ворота кричит затаенным волнением ямщик мы вылетаем на улицу или вернее влетаем в какую-то кромешную тьму со свету кажется один какой-то грязный и темный фон первым делом сани наклоняются на бок и мгновения стоят в нерешительности в какую сторону им опрокинуться ямщик исчезает и снова появляется уже на ходу лошади мчат каким-то бешеным вихрем что это мост там темная бездна все уже позади уже двадцать раз сани становились то на одно то на другое свое ребро двадцать раз мысленно я уже лежал на земле двадцать раз исчезал и появлялся имщик не все ли равно выбору ведь нет или поспеть или совсем не ехать глаз как-то странно осваивается с темнотою темно небо в тучах нет луны в какой-то свет помимо белого снега точно лучится из самого мрака а иногда вдруг точно ярче вспыхнет и словно золотым проблеском пронижит мрак все окружающее условно может быть это дорога а может быть мы сейчас же с размаху влетим в какой-нибудь страшный бездонный овраг может быть вот-вот повалит снег и задует метель борей с надутыми щеками уставился и ждет во всеоружии всех атрибутов метели может быть мы поспеем на станцию может быть нет коренник уже наладился на предельную рысь а пристяжки уносят во всю свою прыть и зляться что не могут обогнать самих себя колокольчик слился в один ровный сплошной перебой и в такт ему отдавались только скачки престижных я в утомлении закрываю глаза сон не сон но я ясно вижу бритое тонкое лицо американца с его козлиной убородкой я веду с ним разговор осизательный и реальный как будто говорим с ним где-нибудь в гостиной у нас 50 тысяч пудов груза везет 5 человек прислуги у вас для этого нужно 2500 лошадей и 1250 людей на одного такого работника приходится больше 700 ваших сил о вы большие байбаки и хотите одним нашим куском накормить 700 своих эту задачу нельзя выполнить не даже с точки зрения какой-нибудь индийской цивилизации где природа получает много а помогает отчасти извозный промысел лепечу я у нас в особых условиях но не в особых же условиях от мировых необходимостей создающих и вам цену на ваш товар который вместо одного работника везут 700 при таких условиях пока привезут ваш товар его стоимость поедают в одной уже перевозке я вспоминаю что нередко хозяева своего хлеба убегают с наших рынков от своего товара так как дают за него меньше чем заплачено за извоз американец говорит дальше да да в вашей стране есть многое что не так у вас 250 миллионов десятин удобной земли и 100 миллионов населения исключительно земледельческая страна итого две с половиной десятины на душу а у нас один рабочий с машинами обрабатывает сорок десятин у вас урожай сам четыре а у нас сам двадцать итого на одного вашего рабочего опять восемьдесят наших у нас принцип неотчуждаемости орудий производства да каждому своя свинка и полоска но все-таки без второго этажа и вы обходились и в то время как пуд пшеницы стоит тридцать копеек крупчатка ваша рубль шестьдесят копеек в то время как кудель стоит рубль пуд конопли стоит пять-шесть рублей и все так привязав руки всех к земле вы все-таки платите или вернее платят все те же с привязанными руками за расход второго этажа и чтоб избавиться вы уменьшаете потребности пятитесь взад вглубь самих себя и разводите ирландскую картошку из котоводства да но у нас нет пролетария он у вас есть и в ваших деревнях 30 процентов безлошадных и теперь а пролетарий наш не пустит в жилище вашего собственника и своей собаки но наш собственник сыт картошкой или суррогатом хлеба у нас нет зато социальных вопросов это гордость истощенного голодом человека он не двигается потому что он больной и больше думает о смерти чем о жизни это клевета и заметьте что все говорящие о самобытности меньше самобытны чем те которые о ней не думают Турция Персия Китай Индия очень самобытны но их жмут другие народы а культура запада не думая о своей самобытности в то же время в смысле отставания своих национальных интересов имеет неизмеримые преимущества близкий пример Китай и Япония я говорю о вашей самобытности потому что национальный вопрос у вас кажется модным причем некоторыми он понимается в том смысле чтобы душить и морить голодом все другие национальности да русские да для русских а бог для русских или для всех однако этот американец со своими свободными речами сделает пожалуй то что цензура наша от этого слова я как ужаленный просыпаюсь и смотрю так точно и не спал или вернее не разговаривал с американцем мы все так же мчались вперед в бездну мрака вдруг это впрочем очень трудно выразить я почувствовал вдруг какое-то смятение и прежде чем сообразить что-нибудь вырисовывалось где-то близости около меня немного впереди с левой стороны что-то громадное и как показалось мне в первое мгновение страшное шум глухой стук и отчаянные крики если до сих пор наша езда была быстрой то теперь мы мчались с быстротою молнии рядом с нами точно выросшие из-под земли мчались другие троечные сани сначала обрисовывались в других санях фигура кучера человека стоявшего рядом с ним затем когда наши сани стали равняться и ясно было что обгоним мы этот стоявший человек упав в сани крикнул громко довольно но лошадей уж нельзя было сдержать и обе тройки неслись некоторое время рядом передо мной промелькала вытянувшаяся в открытых больших санях длинная фигура у задней стенки саней весь в напряжении и покое он сидел и если бы его осветить он наверное оказался бледным худым черным и со скрещенными руками затем мелькнула тройка его громадных лошадей они рвались из последних сил и казалось с каждым прыжком вырастали из мрака кто это крикнул я своему имщику черт ответил он односложно черт так черт нет ничего более захватывающего и фантастичного этой ночной безумной скачки рядом две бешеных громадных тройки риск каждое мгновение куда-то взлететь опрокинуться растоптать друг друга где-то в ночной бездне это захватывает дух и зажигает кровь еще и еще порыв и наши сани вылетают вперед а вот крутой спуск и страшный ухаб и лошади уже глухо несутся по мосту следовательно пропусти одно мгновение и мы столкнулись бы и обе тройки были бы теперь уже там за перилами но вот уже далеко позади обогнана нами тройка да кто же черт хуже черта будет довольна давно я до него добирался мои лошади мои лошади будешь помнить Сашку ямщика ямщик пустил лошадей шагом бросил в вожжи и принялся крутить папиросу вот тебе и Сашка ямщик наплевать на тебя я хотел закурив и помолчав Сашка ямщик продолжал волков кормит а людей морит собакам памятники ставит а людей волками рвет сука есть у него дочкой называет но в это время раздался за нами глухой гул и темная масса пронеслась мимо врешь выкрикнул сашка ямщик врешь и через мгновение мы уже мчались вперед там впереди раздавались крики кучера и седока у нас было гробовое молчание какое-то высшее презрение хотел выказать должно быть мой ямщик этим молчанием не крича не понуждая своих и без того исправных лошадей опять обрисовывались сани врага и его стоящая фигура затем он опять упал в свои просторные сани и когда мы проносились снова сидел неподвижно мой ямщик быстро повернувшись пустил ему презрительное аааа и вслед затем вдогонку за нами раздался выстрел в первое мгновение мы оторопели а вслед затем ямщик Сашка совершенно спокойно проговорил ну и черт волков кормит а православных палит странно что у меня даже и в мысли не было протеста палит так палит пусть все целы а потом о чем значит и разговаривать он что ж на станцию тоже едет нет тут вот сейчас своротит к невесте он действительно повернул к невесте и перед нами мелькнули яркие огни усадьбы а мы опять помчались дальше но как не скакали мы к поезду все-таки опоздали пять минут всего как прошел в утешение начальник станции сказал что что всю зиму поезд опаздывал по крайней мере на час а сегодня первый раз пришел вовремя вот следующая станция большая там он сорок минут стоит а сколько до следующей станции спросил я восемнадцать верст час идет я возвратился к имщику рассказал ему что узнал от начальника станции и предложил сделать попытку нагнать поезд обнерзлая фигура сашки ямщика в темноте наклонилась к земле кони не вытерпят сказал он бери что хочешь двенадцать согласен дороги вот только не знаю здесь бежать на станцию спросить через две минуты он возвращается знаешь он молча поворачивал лошадей повернув он сел на козлы тронулся и тогда уже нехотя ответил знаю тут только на гору подняться а там тракт поднялись мы на гору нащупали какую-то дорогу и понеслись борею очевидно надоело ждать с надутыми щеками и что-то зловещее уже начинало завывать вокруг нас или вернее где-то высоко-высоко над нами лес попался весь опущенный инием и замелькали пред нами какие-то фантастические города звон колокольный фосфоричный самосветящийся полный фантазии и обмана блеск какие-то враги и обвалы и мы уже спускаемся куда-то в кручу холод начинает пронизывать тот промозглый холод когда намерзнися до того что и шуба не греет устал я и чувствую беспокойство а сашка ямщик вдруг говорит что такое и не запомню этого оврага и страшенный какой и вдруг осадив тройку он быстро решительно говорит чур чур меня я на тебе ты подо мной и уже повеселевшим голосом он продолжает ах ты семя проклятое чего удумал прррр он круто поворачивает назад лошадей причем я даже не отдаю себе отчета как мы не срываемся в ту бездну где под нами чернеет лес и успокоенно говорю ну теперь выйдем скоро мы опять мчимся и немного погодя я замечаю по сторонам все признаки большой дороги эх вы соколики заливаются беспечно сашка ямщик теперь очевидно уж надо покрикивать на усталых лошадей тем не менее мы подлетели к станции почти одновременно с поездом я вылезаю из саней а ямщик сашка мне говорит с упреком посмотрите на лошадей я смотрю на красавцев пегих они точно в воде вымыты и их тонкие как струны ноги дрожат нет таких лошадей и не будет говорит сашка ямщик и спокойно прибавляет водка их теперь надо беспрерывно напоить но меня и сашка ямщик интересует свет падает из окна и я всматриваюсь в его лицо во-первых он почти маленького роста рябой и очень молод но умные серые глаза уверенные смотрят твердо почему-то казался он мне в дороге верзилою с громадным лицом оббросшим рыжую бородою я думал что он мужик лет под сорок привыкший ко всяким невзгодам ты женат спрашиваю его я нынче женился снисходительно ответил он мне лошади твои или отца то-то что отца станет ругать меня идти водку купить дай-ка мелких я дал ему и мелких и крупных ну что ж это за страна и где она спросит нетерпеливый читатель где все условно где лошади бегают как поезда а поезда как лошади где нечистая сила скромнее овечки и напротив чистая сила нажила себе свойство нечистой стреляет в людей где в людей стреляют а диких зверей берегут где зверям этим лучше живется чем людям в их логовищах где три четверти года люди ничего не делают где каждому преподобен свой шаблон и вне его нет путей где все связаны по рукам где полусвободный труд также не удовлетворяет назревшим потребностям как и крепостной в свое время где время ничего не стоит где насыщаемость территории двенадцать человек на версту и где вторые этажи необитаемы где ездят без дорог и всегда уверены что попадут куда надо страна это на луне это святочная фантазия читателя хитрая девочка была одна маленькая девочка раз она сказала я пойду гулять в сад я не пойду туда где калитка в лес я не пойду в лес где речка где с няней мы кормим рыбку и я не возьму с собой хлеба девочка была хитрая она взяла хлеба и пошла в лес к речке а в лесу был волк волк увидал девочку и говорит ей я тебя съем испугалась девочка но она была хитрая и говорит волку ну хорошо волк съешь меня только ты видишь у меня ручки и ножки грязные пойдем я вымоюсь в речке и тогда буду чиста и ты меня съешь хорошо сказал волк пойдем в речку девочка пришла к речке вошла в воду и стала бросать кусочки хлеба когда рыбка подплыла и начала ловить хлеб девочка тихонько сказала рыбке меня волк хочет съесть я знаю что ты меня любишь потому что я тебя кормлю хлебцем я сяду на тебя а ты меня перевези через речку хорошо сказала рыбка садись скорее девочка съела на рыбку и поплыла а волк плавать не умел и остался на том берегу ну хорошо сказал волк а я побегу вон на тот мост и все таки съем девочку переплыла девочка на тот берег бежит лисичка и спрашивает девочку откуда ты девочка говорит девочка лисички лисичка лисичка вон бежит волк он хочет меня съесть спрячь меня я девочку подумала лисичка спрячу от волка а потом сама съем ее лисичка так подумала и говорит девочке вон видишь маленький домик там есть такая дверь кто хочет в домик войти тот может отворить дверь а кто захочет назад выйти то уж дверь не отвориться вот я и скажу волку что ты там спряталась он пойдет за тобой дверь отворит войдет в домик а назад уж и не сможет уйти охотники придут и убьют его а тебя пока не я отведу к моим деткам привела лисичка девочку к своим деткам и сказала им потихоньку играйте с девочкой а когда я прийду мы съедим ее а потом лисичка побежала к волку спрашивает волк лисичку ты не видала здесь маленькой хитрой девочки она на рыбке переплыла на этот берег видала говорит лисичка она убежала в тот домик пойдем пришла лисичка с волком к домику и говорит волку вот приложи ушко к стенке и послушай как она там ходит послушал волк и говорит да там кто-то проходит а там ходил маленький поросеночек которого охотники нарочно посадили чтобы волк полез за ним в домик а назад бы не вылез а как мне войти в этот домик спрашивает волк лисичку а вот видишь дверь говорит лисичка толкни ее головой она и отворится волк толкнул дверь дверь отворилась волк и вошел в домик а дверь сейчас и затворилась за ним а лисичка и говорит ему ну теперь ты сиди там пока охотники не придут и не убьют тебя а это я тебе устроила за то что ты помнишь отнял у меня курочку а девочку я спрятал у себя и теперь пойду и с детками своими съем ее и побежала лисичка к своим деткам хвостиком заметая след свой а девочка была хитрая она услышала как лисичка сказала своим деткам что съест ее и говорит лисичкиным деткам а вы любите маленьких курочек очень любим говорили маленькие лисички а у моей мамы много много таких курочек хотите я принесу вам курочек хотим ну хорошо вы сидите а я побегу за курочками и убежала девочка а лисичка прибежала к себе домой и спрашивает у своих деток а где же девочка а маленькие лисички говорят ей она сейчас придет она принесет нам маленьких курочек у ее мамы много много курочек ах вы глупые глупые сказала им лисичка девочка ведь хитрая она вам так сказала чтобы убежать домой а папа мама няня ищут девочку испугались вдруг видят скоро скоро бежит девочка мама няня обрадовались а когда девочка рассказала что с ней случилось папа рассердился а девочка и говорит папа не сердись я тебе что-то покажу и показала где спрятался волк папа убил волка и шил себе теплую шубку и всем говорил эту шубку подарила мне моя хитрая девочка вот и сказки конец ребята а кто слушал тот молодец